И ещё один вопрос. Я просил ОНФ подключиться к работе по анализу тех обращений, с которыми обратились граждане в ходе прямой линии в 2023 году. Такая работа проведена. Я попросил бы Михаила Михайловича Кузнецова коротенько, но всё-таки сказать об этом, имея в виду, что нам все вместе нужно над этим работать. Ведь граждане обращаются для того, чтобы их вопросы были решены, а не просто лежали где-то под сукном. Всем нам, в том числе и правительству, очень полезно знать, с чем же люди обращаются в первую очередь, что их волнует. Пожалуйста, Михаил Михайлович. Уважаемый Владимир Владимирович, Народный фронт, начиная с 2019 года, следит за исполнением органами власти сообщений, поступируем на вашу прямую линию. Из трёх миллионов обращений 2023 года по 520 тысячам дан ответ, 827 тысяч в отработке у региональных органов власти и 690 тысяч на выходе уже у конкретного исполнителя. Ждём по ним решения. 16 тысяч представителей региональных и федеральных органов власти находятся в системе, также госкорпорации, видят свои обращения и работают с ними. Еженедельно все региональные отделения Народного фронта выезжают к людям, к заявителям, уточняют проблемы и оказывают посильную помощь. Лучшие регионы по количеству решённых проблем – это Хакасия, Архангельская область, Красноярский край. Нужно активизировать работу в Тверской области, Алтайском крае и Республике Тыва. Из федеральных органов власти лучше всего отрабатывают Министерство Дальнего Востока, Фонд пенсионного и социального страхования, Министерство культуры и Служба судебных приставов. Нужно обратить внимание Центробанка Росприроднадзора. Также хотел бы отметить активную работу РЖД, Почты России и Россетей. Они отрабатывают свои обращения очень качественно. Мы проводим выборочную проверку, помеченных в системе как решённые. Сейчас 41% заявителей удовлетворены результатом. Это больше, чем в 2021 году, но мы понимаем, что не каждый вопрос может быть решён моментально. Тем не менее, продолжим следить за динамикой и удовлетворённостью обратившихся. Уважаемый Владимир Владимирович, остановлюсь на проблемах, которые позволило выявить Вашу прямая линия. Приоритетное внимание мы уделяем обращениям участников специальной военной операции и членов их семей. Есть обращения, когда в случае смерти супруги, мобилизованного или контрактника, у которого есть несовершеннолетние дети, не получается уволиться с военной службы. Это не носит массовый характер, но тема очень эмоциональная. В процессе подготовки к сегодняшнему докладу были на совещании у министра обороны. Разобрались, что есть достаточный объём юридических оснований для увольнения, но бывают случаи, когда этого не происходит. Убеждён, что это решаемо. Вторая проблема из этой же категории стоит в том, что для предоставления региональных льгот родственникам участников специальной военной операции необходимо обращаться за подтверждающими справками в воинские части. Зачастую получение такой справки растягивается на месяцы, по понятным причинам, в течение которых семья не может получить положенную льготу. Предлагаем перенести такое подтверждение на межведомственный уровень, сделать его автоматически. Безусловно, важно учесть все меры безопасности, связанные с персональными данными наших бойцов. Обсуждали этот вопрос в Министерстве обороны. Андрей Рымович предложил алгоритм и поставил сроки, в которые проблема должна быть решена. Третья проблема. Семьи военнослужащих получают различные льготы на детей, в том числе оплату детского садика и бесплатное питание во всех классах. У нас есть примеры, когда после смерти бойца эти льготы прекращаются. Формально это в рамках закона. Понятно также, что все льготы сохранить невозможно, но если человек отдал жизнь за родину, то его ребенок не должен чувствовать себя брошенным, просто по-человечески. Просьба поддержать наше обращение к губернаторам, внимательно и бережно относиться к таким трагическим случаям. К другим вопросам, к ему линии, здравоохранения. Льготники, Владимир Владимирович, сталкиваются с отказами аптечных работников в постановке рецептов на срочное обслуживание. В 2022 году был отменен соответствующий приказ Минздрава и предполагалось, что все проблемы решит информационная система. Однако, по данным наших опросов, которые мы проводим под началом Михайловича Рашаля, из 3000 льготников 30% говорят нам про отсутствие необходимого лекарства и невозможность поставить его на отложенное обслуживание. И 49% про отказ врача выписывать рецепт из-за того, что лекарственного препарата нет в наличии. То есть система показывает, что его нет в наличии и, соответственно, врач его не выписывает. Мы прорабатывали вопрос с Минздравом и предлагаем дать возможность льготникам пользоваться отсроченным обслуживанием в аптеках с учетом реального времени, необходимого на закупку в том числе редких препаратов. Раньше этот срок был 10 дней. Соответственно, действительно, регионам иногда нужно больше времени для того, чтобы он появлялся. Но людям крайне важно, придя в аптеку, иметь возможность поставить галочку, чтобы их потом проинформировали о том, когда препарат там появится. Социальное обеспечение. Инвалиды сталкиваются с длительными сроками зачисления средств на уже выданные электронные сертификаты для приобретения ТСР. Сертификат есть, а денег на нем нет. Эта проблема была очень актуальна в прошлом году, но к концу года Минтрут ее решил. Сейчас она опять обострилась. Мы обсуждали с министром, в министерстве есть внутренние резервы, которые они планируют передвинуть на решение этой задачи. Считаем ее очень важной. Много обращений по различным проблемам специального профессионального образования, СПО. Пока мы разбирались с ними, выяснили, что у предприятий ВПК есть юридические ограничения после финансирования участия в проекте профессионалитет. Они не могут распоряжаться своей прибылью по этим направлениям, который как раз и создан с целью подготовки специалистов в интересах предприятий. Мы обсуждали это на нашей образовательной площадке в Сириусе, с Ессейом Владимировной Шмелевой. Есть предложение либо отменить обязательное софинансирование для предприятий ВПК, потому что они могут быть планово убыточными, либо поменять регуляторику и позволить им полноценно участвовать в этом проекте. Создание условий для вовлечения людей в спорт и здоровый образ жизни. В связи с требованиями федерального законодательства, организации, реализующие программы спортивной подготовки, должны были получить образовательную лицензию не позднее 1 сентября 2023 года. Часть спортивных клубов, в том числе открытых именитыми спортсменами, продолжили работать без лицензии, что возможно в соответствии с законодательством. Такие клубы осуществляют не спортивную подготовку, а оказывают физкультурно-оздоровительные услуги. При этом теперь тренирующиеся в них не могут участвовать в большинстве соревнований и имеют проблемы с получением подтверждения спортивных разрядов. Несложная, мне кажется, регуляторная история. Предлагаем распространить механизм государственной аккредитации Минспорта на спортивные клубы, их объединения и другие организации. Это позволит осуществлять спортивную подготовку и снимет ограничения на участие в соревнованиях. Еще один важный вопрос, касающийся мотивации людей к занятиям спортом. В Госдуму правительством внесем законопроект о вычетах по НДФЛ на сдачу нормативов ГТО и прохождении диспансеризации. На данный момент предложенная сумма, из которой делается вычет 13%, должна составлять 6 тысяч рублей в год. Это значит по 780 рублей на человека. Возможно, такая сумма не станет достаточно эффективным инструментом мотивации. Также, Владимир Владимирович, мы мониторим ремонт и строительство социальных объектов, по которым есть обращение на прямую линию о затягивании сроков сдачи, так называемый долгострой. Могу привести несколько примеров, не называя регионы. С 2016 года, после обращения на вашу прямую линию, в одном из субъектов начался ремонт Дворца культуры в 2016 году. На сегодняшний день выполнена только половина работы. Люди продолжали обращаться на прямую линию в 2021 и в 2023 годах. С 2006 года в одном из регионов ЦФО идет строительство многопрофильного медцентра на базе областной больницы. Уже 17 лет люди следят за долгостроем и даже дали ему народное название «Титаник». В одном из уральских регионов с 2010 года идет строительство Центральной окружной больницы. Сроки завершения проекта неоднократно переносились. Официально строительная готовность объекта 99%. Вместе с тем, по данным нашего регионального отделения, реальная готовность ниже. И сроки завершения людям пока не говорят. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за возможность сделать этот промежуточный доклад о решении вопросов, поступивших на вашу прямую линию. Мы продолжаем нашу работу. Это очень важно. Я вас прошу эту работу закончить, а потом вместе с администрацией, вместе с правительством проработать по каждому пункту. Это объемная, большая и небесполезная, очень важная работа. Потому что это и есть та самая обратная связь, о которой мы все время говорим.